Здравствуйте, дорогие студенты, абитуренты и участники нашего разговора в сети. Сегодня выпуск Инсталайпа особенный, посвящается он приему в Институт геологии и нефтегазовых технологий с нашими особыми гостями, студентами третьего курса, которые расскажут, как говорится, из первых уст, что представляет из себя Институт геологии и нефтегазовых технологий сегодня, а также заместитель директора по взаимодействию с работодателями и практиками Андрей Анатольевич Терехин. С приветственным словом попросим вас выступить. Дорогие друзья, наши абитуриенты, ребята, которые интересуются геологией, нефтяными технологиями, геофизикой, мы рады сегодня с вами встретиться в таком дистанционном формате и немножко даже, возможно, вам завидуем, потому что сейчас у вас особое время в жизни, вы выбираете дальнейший путь и дальнейшую профессию. Перед вами открыты все пути, много важных и нужных профессий, а цель сегодняшней нашей встречи – это рассказать вам о замечательной профессии геолога, геолога-нефтяника, геофизика. И я предлагаю вначале посмотреть короткий ролик, а потом продолжить наш разговор. Институт геологии и нефтегазовых технологий восхищает своей богатой историей. Обучение геологическим наукам началось практически сразу же после образования самого университета. За два столетия Вальма Матер сформировалась и получила всемирное признание Казанская школа геологов, а после, продолжая современную историю вуза Геофак, расширил свои границы и заявил о себе как Институт геологии и нефтегазовых технологий. Данное преобразование состоялось с 5 мая 2011 года. Уже сегодня в арсенале сотрудников Института имеются передовые технологии, мощное научное оборудование, образовательные программы, учитывающие давние традиции геологического образования. Нефтяные компании – основные игроки на биржевых торгах. Цену на этот важнейший ресурс определяет общее состояние рынка. Неудивительно, что работа в нефтедобыче и нефтеразработке – одна из самых престижных и стратегически значимых в современной России. Но кто они, современные геологи? Специалисты по геологии? Главные по строению земной коры? Так говорит словарь. А что говорит о себе сама профессия? Сегодня не нужно умываться нефтью, чтобы стать геологом. А что нужно? Думать. Из школьного курса известно каждому, что черное золото образовалось много миллионов лет назад. А теперь нефть залегает в особых горных породах, содержащих пустоты, породах-коллекторах. Сегодня сотрудники геологических служб детально изучают распределение пород-коллекторов в пределах месторождения нефти, определяют места для бурения скважины и контролируют процесс бурения, где и отбирают образцы горных пород. Обнаруженную нефть необходимо извлечь из пустот внутри породы и поднять на поверхность. Для этого существует множество способов. Напомним, из нефти мир получает не только бензин и пластмассу, но и большинство вещей человеческого обихода. Безусловно, углеводороды важны, однако для промышленности и строительства нужны и другие виды ресурсов. Особенно человечеству полюбились руды черных и цветных металлов и драгоценные камни. Да, добычей данных ресурсов тоже занимаются специалисты, выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий. Благодаря труду специалистов нефтегазового сектора ежедневно летают самолеты, ездят автомобили, строятся дома, из кранов течет вода, производятся одежды, обувь и даже продукты питания. Наверняка вы и не задумывались над этим, но еще одним важнейшим полезным ископаемым является вода. По подсчету ООН, население Земли к 2040 году составит более 9 миллиардов человек. Как отмечают специалисты, уже через 20 лет на планете будут использованы 70% доступного годового объема пресной воды. Изучением водных ресурсов занимаются гидрогеологи, чьи исследования должны решить проблемы с недостатком питьевой воды. Возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит отметить, что человечество вошло в эпоху развития цифровых технологий, где все более важными становятся междисциплинарные подходы к научным геологическим исследованиям и решению производственных задач. Так, например, совместно с геофизиками геологи изучают процессы распространения физических полей в геологических средах, фактически просвечивая недры Земли. Каждое месторождение, как и человек, имеет этапы своей жизни. Нефтяники называют их открытие, разведка, разработка и эксплуатация. И теперь, когда значительно расширилось географическое расположение месторождений нефти и газа, когда плавучие буровые установки появились в акватории целого ряда морей, стране и миру крайне необходимы соответствующие специалисты. Переходя от слов к делу, студенты получают навыки на первой геологической практике, которую проходят все профили обучения. Будущие специалисты учатся правильно описывать геологические разрезы и проходящие процессы. Безусловно, речь идет не только о дневных учебных маршрутах. А вот производственную практику студенты проходят в крупных геологических и нефтегазовых компаниях. Для распределения студентов институт проводит не только ярмарки вакансий, но и различные мероприятия совместно с партнерами. Не менее интересны условия работы для начала карьеры молодого ученого. В институте функционируют несколько научных сообществ, студия геоинформационных систем, технологий и еще многое другое. Безусловно, ни одной учебой жив студент. В институте геологии и нефтегазовых технологий есть уникальная возможность реализовать свои творческие способности. Важно и то, что приезжие студенты института геологии и нефтегазовых технологий КФУ обеспечиваются общежитиями. Многие из них уже с первого курса живут в лучшем кампусе России – деревне Универсиады. Завершив обучение в институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, выпускники становятся востребованы на производстве. С целью содействия трудоустройству университет развивает партнерские отношения с ведущими компаниями нефтегазового и геологического секторов. Такие интересные, многосторонние и, что немаловажно, востребованные на современном рынке труда профессии геолога и инженера нефтяника вы можете получить в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Это позволит построить успешную траекторию личностного, профессионального роста, развития для осуществления самой заветной мечты. Главным условием нашего инсталайфа является то, что свои вопросы вы можете присылать прямо в чат нашего прямого эфира. Дорогие студенты, не теряйте время. Самые интересные вопросы мы озвучим прямо сейчас, как говорится, из первых уст наших специалистов и наших дорогих студентов. Ну а пока предлагаю начать. Расскажите, пожалуйста, девушки, вот сложно учиться в Институте геологии и нефтегазовых технологий? Какие условия, какие критерии поступления? Вот на своем опыте. Вот буквально недавно вы были школьниками, выпускниками, а сегодня вот уже студентки. Через что вам пришлось пройти? Представлюсь. Меня зовут Халтурна Александра. Я студентка третьего курса Института геологии и нефтегазовых технологий. Что касается обучения, я учусь на направлении геологии и геохимии горючих скопаемых. И сейчас я хочу вас познакомить с нашими направлениями. В Институте у нас два направления основных. Это геология и нефтегазовое дело. В свою очередь геология делится также на четыре специальности. Это поисковая геология, геофизика, геология геохимии горючих скопаемых, как я уже говорила выше, и инженерная геология и гидрогеология. Что касается обучения, мне кажется, что каждое направление в своем роде довольно уникальное. И обучение не составляет таких больших трудов, если реально заниматься своим делом и быть вовлеченным в процесс обучения. Также существуют научные кружки в нашем институте, где можно более подробно изучить тот или иной предмет и познакомиться с передовыми технологиями, которые есть в современном мире. Что касается, наверное, работы и взаимодействия со школьниками, с абитуриентами, у нас проводятся большие мероприятия, которые направлены на то, чтобы познакомить вас, наших школьников, абитуриентов и будущих студентов именно с нашим институтом, с обучением в нашем институте и какой-то информацией, которую, возможно, сами интересуетесь. У нас проходят такие крупные мероприятия, как День открытых дверей, чемпионат по решению геологических кейсов, викторины различные мы проводим для школьников и проводятся встречи с абитуриентами, где каждый школьник может задать свой интересующийся вопрос. Для чего мы это делаем? Наверное, всем довольно понятно, чтобы каждый школьник мог прийти, либо быть в роли студента, узнать много нового о профессии геолога. Как уже говорили, в современном мире это не тот человек, который только что-то делает руками непосредственно на день рождения или на полной карьере, а именно может заниматься как информационной деятельностью, то есть дистанционно управлять процессами бурения скважин и все в этом роде. Поэтому мы считаем, что такие мероприятия важно проводить и важно, чтобы была обратная связь с нашими школьниками, когда задавались вопросы и непосредственно мы сами студенты являемся организаторами, и мы можем рассказывать о своей жизни студенческой и отвечать на вопросы. Хорошо. В нашем чате уже пошли первые вопросы. Андрей Анатольевич, первый скорее для вас. Принимают ли на производственную практику иностранных студентов? В целом да. В целом да. На производственную практику иностранных студентов принимают. Но есть некоторые ограничения. Дело в том, что с учетом того, что все компании выполняют требования законодательства по оформлению на практику иностранных студентов, там возникают свои особенности и нюансы. Практика иностранных студентов организуется несколько сложнее, чем российские граждане, но мы практикуем также и практику иностранных граждан, обучающихся у нас на программах основного образования в странах, для которых они являются собственными гражданами. То есть в их странах, откуда они приехали. Наверное, на текущий момент это самый лучший вариант организации практики, на мой взгляд. Хорошо. Второй вопрос. Какие есть возможности у студентов старших курсов работать или подработать по профессии? Вот кто-нибудь из вас уже работает по специальности? И вообще сложно ли совмещать работу, учебу? Реально ли и нужно ли? Наверное, я попробую ответить. Среди моих одногруппников есть такой опыт, когда ребята, есть даже прецеденты с первого курса, могут работать у нас в институте, можно сказать, по своей профессии. Они работают в лабораториях, лабораториях как раз геофака, которые располагаются как в нашем здании, так и здании химфака. Они занимают там, получают должность лаборантов, то есть они какую-то часть ставки берут и спокойно могут совмещать это с учебой. В чем большой плюс, мне кажется, то, что ты уже непосредственно, учась в институте, можешь работать с тем материалом, которым, возможно, ты будешь работать в будущем. Кроме того, у тебя есть возможность на базе тех исследований, которые проводятся в лабораториях, то есть тобой в том числе, писать научные работы, то есть это участие в конференциях. Это возможность публикаций. Все мы знаем, что это довольно-таки важно, когда ты можешь являться соавтором каких-то научных работ. И также, конечно же, это рабочий стаж, то есть это официальное трудоустройство, где прописывается, что ты уже, будучи студентом, работаешь по своей профессии. И как раз этот волшебный и нужный всем стаж, который просит от нас, наверное, приустройство на работу. Так что, да, такая возможность есть. Если ты активный студент, если ты хорошо разбираешься в своем вопросе, в своей сфере деятельности, то наш институт предоставляет такую возможность работать по своей, ну, не по своей профессии, но по своему направлению, уже будучи студентом. Следующий вопрос в нашем чате касается дат приема уже в Институт геологии и неоптегазовых технологий. Известны ли даты? Да, даты начала приема документов, наверное, вот так вопрос можно конкретизировать. Да, с 22 июня стартует приемная кампания и, соответственно, можно подавать документы. Документы можно подавать дистанционно, ехать никуда для этого не нужно, из любой точки страны и мира, можно, зарегистрировавшись на сайте абитуриент-капфу.ру, подать документы для поступления в Казанский федеральный университет, в Институт геологии и неоптегазовых технологий, впрочем, во все институты и факультеты нашего университета. Позвольте я немножко все же дополню, вот ответ Динара по поводу совмещения учебы и торгоустройства. Это вопрос насущный для студентов, отчасти, потому что многие студенты хотят быть независимыми и подрабатывать. Так вот здесь, что важно, то, что в нашем институте реализуется много научных проектов. И студенты активные, инициативные, имеют реальную возможность работать именно по своей будущей специальности. И это очень важно, потому что все-таки подработка не по профилю, это снижает и мотивацию к обучению, и качество обучения, а вот работа, совмещенная с будущей профессией, это огромный плюс. И вот это большое преимущество, на которое я прошу обратить вас внимание. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям в Инстаграме про лекции. Кто их ведет? Интересно ли слушать? Много ли студентов прогуливают? И вообще, стоит ли пропускать занятия? Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Что касается проведения самих занятий, я считаю, что лекции, как говорить, важно посещать, потому что наши преподаватели стараются преподносить все это не строго в формате рассказа, а именно подтверждать это какими-то фактами, практическими, возможно, ну, своими практическими знаниями, потому что каждый специалист у нас непосредственно работал на производстве, он может рассказать, как проходил тот же самый процесс бурения, так как он сам принимал в этом участие. И это интересно слушать. По поводу прогульщиков, само собой, они, конечно, есть, но у нас есть возможность слушать лекции дистанционно, либо смотреть презентации. Поэтому каждый студент может готовиться к лекциям, к практическим занятиям и усваивать всю информацию, которую нам дают в институте. Хорошо. Вопрос из чата. Как будет проходить вступительный экзамен? И скажите, пожалуйста, еще раз название сайта на подачу заявки на обучение. Абитуриент.кфу.ру Но, дорогие друзья, вот сейчас вы на экране видите еще и такую вот слайд-заставку. Соответственно, там ссылки на наши социальные сети. Вот будет проще, если не на слух воспринимать эту информацию, она, собственно говоря, достаточно такая четкая, формализованная. Я предлагаю вам зайти на наши социальные сети и на наш официальный сайт и, соответственно, получить эту информацию. Также можно написать нам. Наши контакты там есть. Пожалуйста, если возникнут какие-то вопросы и после нашего инсталайфа, пишите, мы с радостью на них вам ответим. Хорошо. Возвращаясь к вопросу о лекциях, о занятиях. Так, да? Наверняка ведь получение знаний не ограничивается только сидением за партой. Расскажите, есть ли у вас практики? Есть ли у вас научные, производственные, полевые? Как они проходят? Насколько они интересны? С чем вообще приходится сталкиваться? Ну, начну, наверное, с практик. Естественно, у нас есть практики. Мы проходим полевую практику после первого курса. Она достаточно интересная. Думаю, люди, которые поступают в наш институт и потом в дальнейшем проходят эту практику, получают море эмоций после нее. Она достаточно специфична. То есть для совсем неподготовленных людей она будет достаточно сложной, на мой взгляд. Что же включает вообще в себя эта практика? 10 дней студенты уезжают в Камское устье. Ну, обычно всегда у нас практика в этом районе проходит. И 10 дней живут в палатках. То есть полевые условия. Вот как раз-таки кому-то покажется достаточно сложным, тяжелым, но на самом деле справляются люди. Это весело, интересно, получают много опыта. Дальше, после приезда с полевой практики мы также выезжаем из Казани у нас в выездные дни. Потом сдаем отчет. После третьего курса у нас производственная практика. Как раз мы все студентки третьего курса. Как раз готовимся к производственной практике. Отсылаем свое резюме к компании. Она уже будет проходить непосредственно на производстве данная практика. У нас есть возможность самим выбрать компанию. Также институт предоставляет нам варианты, куда мы можем, так сказать, подать свое резюме. После второго курса тоже есть практика. Она немного похожа на практику после первого курса. Но мы уже не едем в поле. Мы выезжаем, но в зависимости от направления, на котором мы учимся, она у каждого своя. То есть немного меняется. Например, направление поисковиков, то есть поисков, они после второго курса едут на месяц в Сибирь, как правило, обычно. И то есть целый месяц живут в Сибири. Достаточно. Хорошо. Первая полевая практика, она вот сколько дней вообще продолжается? Если охватывать от начала до конца, до последней сдачи, до дня сдачи отчета, то, по-моему, это где-то середина июля, что ли. Ну, сначала и... У нас в июне заканчиваются экзамены, сразу же после экзаменов мы уезжаем на практику. И вот... Около месяца. То есть суммарно происходит около месяца, это включая как бы полевой этап, когда мы живем непосредственно в поле выезда и подготовка, получается, самого отчета. Я бы хотела дополнить Диану то, что она сказала, что это относительно сложно. Но вот по моему опыту, даже ребята, которые боялись ехать, со словами «я не смогу жить в поле», возвращались оттуда с огромным букетом эмоций и хотели туда вернуться. Потому что практика после первого курса — это, наверное, одно из самых запоминающихся событий в жизни геолога. Потому что это, во-первых, знакомство с полем. Во-вторых, это то время, когда ты со своей группой сближаешься еще больше. Потому что, мне кажется, это один из плюсов Института геологии, то, что у нас очень дружный коллектив, потому что мы реально вместе живем. Мы там вместе готовим. Мы вместе преодолеваем какие-то трудности. И это просто нереальный опыт, который для меня был очень важен. После второго курса мы также едем на практику. К сожалению, мы уже не расскажем так эмоционально, потому что наша практика после второго курса прошла дистанционно. Но по рассказам старших курсов это тоже что-то очень интересное. У нас как раз поиск едет не в Сибирь, а на Урал они едут, потому что там у нас ближайшие горы, где они могут что-то побольше узнать. А как раз после третьего курса это тот опыт, в котором ты сможешь поработать в своей будущей профессии, еще будучи вот так же студентом. Но тут прям непосредственно там, где ты будешь работать. Для меня, как для нефтяника, я смогу поехать на месторождение, смогу увидеть непосредственно, как выглядит скважина, как выглядит оборудование. То есть узнать то, что ждет меня впереди. И в том числе наш институт предоставляет вместе с компаниями возможность пройти оплачиваемую практику. То есть нас берут на работу и получается, если ты хороший студент, у тебя хорошее портфолио, то тебя берут на оплачиваемую практику, где ты получаешь... Ну то есть так же, как оператор, к примеру. Да, вот я если буду рассматривать со своей стези, со своей профессией, то как оператор. То есть это отличный опыт. И вот мы, да, все поедем уже, и я очень рада этому. Наконец-то я смогу увидеть все не только на слайдах, на лекциях, как говорили выше, а уже непосредственно сама потрогать все, посмотреть. В самом Камском устье сколько дней проходит? В Камском устье в районе 10 дней может варьироваться в зависимости от плана год от года, но получается в среднем 10 дней. Расскажите, вот как вы живете эти 10 дней? Например, это палатки, наверное, гитары, костры. Чем питаетесь? Ловите ли рыбу? Скажите, пожалуйста, вот каково это... Год ты учился в университете в городе, гулял по центру, развлекался, и тут раз, и оказался, мягко говоря, в лесу, в палатке и просто выкинутый из цивилизации, так сказать. Ну, примерно так и проходит, только мы раз же оказываемся не в лесу, а в поле. То есть мы строим лагерь в поле, да, нам... То есть мы живем в палатках, палатки нам также, кстати, предоставляют. Это очень комфортабельные палатки, они высокие, они большие, они кеппинговые. И так что поэтому... Ну, для меня это не было новостью, у меня был до этого опыт жизни в палатках, но это единение, ты приезжаешь, и вот сразу видно людей, которые умеют ставить палатки, и людей, которые видят их впервые. Но так как мы дружный коллектив, мы все вместе, дружно всем помогаем другим. Как проходит дальше? Готовим мы тоже вместе. У нас есть большая такая армейская полевая кухня. Не знаю, если вы можете посмотреть, как она выглядит в интернете. То есть у нас за раз выезжают или две, или три группы, то есть это от... То есть человек... До семидесяти человек. И вот это тоже отдельный опыт, когда первый день тебе нужно готовить обед, ты думаешь, сколько килограмм гречки нужно на 70 человек. Но ты все это проходишь, вы все вместе ходите за водой, ходите за дровами. Питание у нас хорошее, все отлично, никто похудевшим не вернулся. Мы готовим сами. То есть понятно, что каждый день свежую курицу ты не поешь. У нас есть тушенка, у нас есть крупы, но питание там трехразовое, суп, каша, все как в лучшем лагере. Только готовишь ты сам еще запахом костра. Песни под гитару, конечно, это неотъемлемая часть каждого вечера, когда ты вернулся с маршрута, уставший, полный эмоций. И ты сидишь, ребята играют на гитаре, вы вместе поете, пьете чай и рассказываете друг другу, что у вас произошло за день, что вы увидели нового. И, может, что-нибудь добавить? Я хочу добавить то, что как раз таки я являюсь тем человеком, который не умел ставить палатки, не был вообще в таком, ну, я никогда не выезжала в эти выездные маршруты и в лагере толком-то я не была. Но хочу сказать то, что я на самом деле боялась жить в палатке, я думала, что что-то будет страшное, что-то сложное, и вообще выживать в таких условиях для меня оказалось какой-то такой загадкой. Но на самом деле, когда мы приехали, когда вот нам помогли поставить палатки, когда вы делаете все это вместе, и у тебя есть поддержка, то есть в виде твоих друзей, в виде одногруппников, все становится гораздо легче, и не стоит этого бояться. Это несложно, и это все проходит очень весело и в такой довольно легкой дружеской атмосфере. Поэтому это хороший опыт, чтобы вам, ну, вам это пригодится в дальнейшем, мне кажется. Да, все, кто не хотел ехать первый день, десятый день не хотели оттуда уезжать. Не хотели уезжать, да. Наверное, закончу первый курс. Мало кто может ставить палатки, я так полагаю, некоторые, наверное, и после университета не могут. Нет, это не спортивный. Да ладно, возвращаемся к вопросу о приеме. После СПО в КНИТУ смогу ли я поступить в Институт геологии и нефтегазовых технологий? Со вступительными экзаменами или по экзаменам ЕГЭ? Да, конечно же. После системы СПО существует возможность поступить по внутренним испытаниям, если у вас уже результаты ЕГЭ недействительно прошло время. Такая возможность есть. Так, хорошо. Лаконично, понятно. И давайте тогда вернемся о том, о чем говорили. О практиках. Так, с едой понятно? Ладно, почти отель. Хорошо. Днем у вас работы много. А как проходят ночи? Вот страшно ночевать в поле? Ну, поскольку в палатках живет по нескольких человек, думаю, это будет не совсем страшно, потому что палатки, по-моему, рассчитаны на 5-6 человек. 3-5 человек в зависимости от палатки. Да. Ну, я, честно, была с Динарой в одной палатке, мы были в одной палатке, нас было трое человек, и нам было не страшно. То есть, в принципе, за весь день так выматываешься, что ты приходишь в эту палатку и сразу же вырубаешься, и уже, так сказать, ничего не страшно, в принципе. Но каждый человек по-разному все воспринимает, и, то есть, это от человека зависит. Возможно, кому-то было тяжело, но поскольку все равно есть друзья, есть поддержка, это как-то, так сказать... Не страшно. Не страшно, да. К третьим одним привык. Ну, я думаю, люди, которые поступают в наш институт, они все равно как-то уже готовы к этому, они, наверное, знают, на что идут, и, то есть... Ну, в обществе, наверное, вот, я думаю, с сильным характером сюда поступают, и поэтому все готовы к всему. Я поступала ради практики, просто, вот честно. Я такая, я поступаю, потому что здесь есть практика, я поеду в поле, ура. Я поступала, не знаю, куда я поеду, но, в принципе, все прошло очень хорошо и весело, поэтому... Так что, видите, оба варианта вполне приводят к отличному... Да, к хорошему итогу. Да. Вот наверняка многим интересно спросить стесняется, то есть мальчишкам полевые практики с трудом как бы, ну, не даются. Они с детства всегда где-то лазят, бегают по лесу, а вот как девушкам оказаться на неделю вне города, без душа, без любимой косметики. Вот расскажите, вот, как это вообще? То есть еще и с одногруппниками, которые тебя видят, такой какая-то имя. Вот расскажите об этом. Что касается отсутствия души, это, конечно, проблема, ну, на наш взгляд. Но Волга всегда там. Да, там есть рядом Волга, собственно, можно набрать воды, можно спокойно ее согреть, потому что есть полевая кухня, как уже Зара рассказывала. Мы нормально грели воду, все как обычно смешивали, все там, мыли голову, и, в принципе, ну, как обычно, там, девочки помогают друг другу. И, в принципе, мы потом шли в Волгу, могли оболоснуться, все, в общем, в этом роде. А по поводу косметики, на самом деле, там, ну, уже не важно, потому что вы непосредственно каждый день уезжаете, вы выходите в маршрут, вы там невероятно устаете, там, со своими рюкзаками, как обычно мы ходили. Вот, и были моменты, когда можно было, конечно, переживать о своей внешнем виде, но это так все проходит незначительно, потому что всем неважно на это, на самом деле, все. Вот, все проходит очень так. Нет, все было очень мило. Мило, да. Мы выходили как-то школьники. Реально у нас выглядело, как будто школьников ввели куда-то в лес. Но мне так хотя бы казалось, я сразу такая молоденькая стала. Там в кепочках, в общем. Да, а, кстати, насчет того, что как было тяжело девочкам или нет, честно, наши девочки иногда быстрее мальчиков шли вперед, забирались куда нужно, и так, что мы были вполне наравне. Но, к примеру, если кому-то было тяжеловато, у нас проходит все спокойно. То есть вы работаете в бригадах, у вас в бригадах есть мальчики, есть девочки. Если тяжело, ты можешь спокойно этого не делать, тебе помогут кто-то другой. Поэтому никаких таких трудностей не было. Мы спокойно справлялись со всем. Так что я не почувствовала ничего такого, то, что мне было, к примеру, сложнее, чем другим, сложнее, чем мальчикам. Понятно, да, девочек не отправляют таскать дрова и воду, но девочек не отправляют таскать воду, а мальчиков не отправляют готовить кушать. Поэтому мы все компенсировали, все очень хорошо. Хорошо. Вопрос в чат. Сколько составляет минимальное количество баллов для поступления в институт? Если отвечать на вопрос, собственно говоря, как он звучит, минимальное количество баллов для поступления в институт, я, прежде чем ответить, уже как и делаю это всегда, объясню, как нужно интерпретировать ответ. Дело в том, что количество и проходные баллы зависят от года, в который вы поступаете. Это не постоянная величина, она зависит от нескольких факторов. Во-первых, от того, как качественно абитуриенты в России сдадут ЕГЭ, и сколько абитуриентов подадут документам наш институт. Из этого будут складываться проходные баллы. Минимальные проходные баллы и средние проходные баллы. От года к году они разные. Однако, однако, закономерности, конечно же, прослеживаются. И я, во-первых, обязательно рекомендую вам, дорогие наши друзья, ориентироваться на средний балл, а не на минимальный проходной балл. Минимальный проходной балл – это порядка 210 баллов по результатам трех экзаменов. Но здесь от профиля к профилю он немножко разный. Самый высокий балл на направлении нефтегазовое дело, а самые низкие проходные баллы, если говорить о конкурсной ситуации предыдущего приема, вот 20-го года, который прошел, это направление геология классическая, это поисковая геология, и гидрогеология, инженерная геология. Там минимальный проходной балл, где-то у нас получается 200-210 на эти направления, а нефтегазовое дело порядка 225-230. Но я очень рекомендую вам ориентироваться на средний балл. Так вот, средний балл на направлении геология – это порядка 220-225 баллов по результатам трех экзаменов, а на нефтегазовое дело – это порядка 235 баллов. И еще, если вам интересно, а я думаю, что скорее всего интересно, посмотреть на конкурсную ситуацию предыдущих пяти лет, также вы можете зайти на сайт abiturienkfu.ru, там есть архивные данные по результатам приема, и за последние пять лет вы можете посмотреть, какие были минимальные баллы и какие были средние баллы. Итак, я напоминаю, что наши встречи проходят в прямом эфире Инстаграма Казанского федерального университета, официальная страничка. Заходите, пишите ваши вопросы в чат, самые интересные мы обсуждаем в режиме «Здесь и сейчас». Итак, возвращаясь к нашей теме, то, что оказывается учиться в Институте геологии и нефтегазовых технологий – это не только долго и упорно сидеть за партами, но и все-таки достаточно бурная, активная, интересная студенческая жизнь прямо под открытым небом. Расскажите, пожалуйста, какие навыки получили от первой своей полевой практики? Наверное, может быть, вы стали более стрессоустойчивы. Может быть, чему-то научились, может быть, кто-то готовить научился. Готовить кашу на 70 человек – это, наверное, основной мою. Это важный опыт. Чистить килограммами картошку. Но если говорить прямо, то, не знаю, для меня это было каким-то испытанием, наверное, которое я хотела пройти, но которое в итоге оказалось не испытанием, а приятным времяпрепровождением. Я научилась лазить по обнажениям. Я научилась собирать образцы. Я научилась отличать глины от зублингов. Но это уже… А чтобы вы научились отличать, нужно к нам поступить. Когда вы узнаете, как это сделать, что еще вы научились? Ну, наверное, самое такое интересное, то, что одно дело, когда ты видишь это все на картинке, те же самые обнажения или горные породы, как их отбирают, а другое дело, когда ты непосредственно приходишь на само обнажение, учишься его описывать. То есть вы, наверное, видели эти картинки из разряда, как там разные слои, они все отличаются своей мощностью, цветом, возможно. И ты учишься это не только описывать, но и отличать, допустим, те же самые породы. То есть мы смотрим образцы, учимся их описывать. Это все проходило как раз сразу на самой практике. Мы сразу все описывали, записывали свои полевые дневники. Мы их ввели, то есть на протяжении всей практики. И как раз после прохождения практики, когда мы вернулись на учебу, на второй курс, когда мы перешли на второй курс, мы уже были с тем багажом знаний, что могли, допустим, определять образцы и понимать, где они, возможно, на какой глубине они находятся и какими характерными особенностями они обладают. Поэтому это большой опыт, который пригодится нам в последующем обучении. Хорошо. Вопрос из чата. Есть ли возможность сдавать вступительные испытания в дистанционном формате, особенно в условиях, если границы между некоторыми странами не откроют? Вы знаете, этот вопрос сейчас я на него ответить не могу, потому что все зависит от той ситуации эпидемиологической, которая сложится к моменту уже самих вступительных испытаний. Как вы знаете, в прошлом году это все было возможно. Сейчас часть границ со странами, из которых нам поступают активно наши абитуриенты, открыта, часть закрыта. Я думаю, что такая возможность, скорее всего, будет, но здесь нужно ждать информацию на сайте нашей приемной компании. Еще раз проговариваю, это 3w.abiturient.kpfu.ru и 3w.admissionance.kpfu.ru Хорошо. Сегодня у нас речь идет о приеме на бакалавриат. Что дальше? Какие пути выбирают ребята, когда завершают бакалавриат? Уходят ли они в магистратуру? Какие возможности для них открываются? И куда они трудоустраиваются после? Действительно, это очень интересный и важный вопрос. Но прежде чем на него ответить, я немножечко расскажу об бакалавриате нашем и о практиках. Вот сейчас был интересный разговор, интересная дискуссия о полевой практике студентов первого курса. Действительно, это интересная полевая практика. Через нее проходят все студенты нашего института. Вот у нас есть направление диалоги. На диалоге есть 4 профиля. Это диалоги геохимии горючих полезных ископаемых, геофизика, диалоги поисковая, гидродиалогия и инженерная диалогия. И еще одно целое большое направление – это нефтегазовое дело. Так вот, все студенты проходят диалогическую практику в поле. То есть, они получают базовые навыки полевого геолога. Даже вот ребята, которые обучаются в нефтегазовом деле, которые будут в будущем заниматься разработкой нефтегазовых месторождений. Однако, практика геологическая после первого курса, она, конечно, самая интересная и самая запоминающаяся. Длится она месяц. Вот есть такая полевая часть поездная. Есть часть этой практики, которая состоит из однодневных маршрутов с базированием в Казани. И наши студенты, наши выпускники, которые выпустились 10, 15, 20 лет назад на встречах выпускников, вспоминают эту практику с особой теплотой. Ну, наверное, было это и видно по эмоциям наших дорогих студентов. Однако, это не все практики. У нас после второго курса есть целый большой блок двухмесячных учебных практик по специальностям. Эти практики называются профильными. Они проходят как в выездном формате. Мы сотрудничаем в части организации этих практик с компаниями. В этом регионе нам оказывается содействие компания «Татнефть». Вот в направлении биологии и горючих полезных ископаемых выезжают объекты компании «Татнефть», знакомятся с работой, непосредственно общаются с людьми, которые обслуживают эти объекты, занимаются разработкой, добычей. Часть этих практик учебных проходит в лабораториях института и Казанского федерального университета. После третьего курса уже у нас есть целый большой блок производственных практик, когда студенты разъезжаются по компаниям и уже знакомятся вплотную со своей будущей профессией, участвуют непосредственно в производственных процессах компании, которые не распределены на практику. Это все происходит на бакалавриате. Но после бакалавриата у нас есть магистратура. Вообще говоря, двухступенчатая такая двухуровневая система образования, она полезна с той точки зрения, что можно получить бакалавриат, отучиться в бакалавриате по одному направлению, а затем поступить в магистратуру нескольких новых профилей. Чем расширить свои компетенции и, соответственно, конкурентоспособность на рынке труда. Так вот, кроме магистратуры, которая является продолжением направления обучения нашего бакалавриата, у нас есть особенные, уникальные магистратуры, о которых хочется рассказать особенно. Во-первых, это магистратуры, где предусматривается выдача двойных дипломов, в реализации которых участвуют и другие университеты, и наши компании-партнеры. Самая интересная, самая значимая программа – это программа Petroleum Engineering, которая реализуется Казанским федеральным университетом совместно с Имперским колледжем Лондона, компанией «Роснефть» и компанией «Бритиш Петролиум». На эту программу очень серьезный конкурсный отбор, но выпускники этой программы, они имеют очень большие перспективы в части трудоустройства, ну и в части, конечно же, построения своей карьеры в будущем. Это программа двойных дипломов, заканчивая которую выпускники получают диплом Казанского федерального университета и диплом Имперского колледжа Лондона. Причем они получают гранты от компании «Роснефть» и компании «БиПи» на весь период обучения. Один год обучения проходит в Казанском федеральном университете, один год обучения проходит в Имперском колледже Лондона. Сейчас мы второй год уже участвуем в этой программе, второй год работает эта магистратура, и первая группа в данный момент, когда мы сейчас с вами разговариваем, обучается в Лондоне. Несмотря на всю эту ковидную ситуацию, удалось им уехать, пройти все необходимые условия соблюсти, пройти карантин и приступить к обучениям. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о студенческой жизни уже в стенах самого института. Насколько она яркая? Есть ли студенческие какие-нибудь фестивали интересные, праздники? Ну, конечно, у нас есть студенческие фестивали и праздники, потому что мы являемся частью КФУ, и это, наверное, самое известное. Это день первокурсника и студенческая весна. Я, наверное, расскажу именно с культурной точки зрения. У вас есть отличная возможность, будучи студентом, уйти не только в науку, но и продолжить заниматься любимым делом, я имею в виду в плане творчества. И наш институт дает огромную платформу для этого. То есть, если тебе нравится танцевать, если тебе нравится петь, если тебе нравится рисовать, ты все это сможешь реализовать и здесь. У нас есть различные коллективы, в которые вы можете вступить уже на первом курсе, и это тебе дает возможность выступить на лучшей сцене по Волжье Уникса, как мы говорим. То есть, ты уже сразу оказываешься на такой реально интересной, грандиозной сцене, и это отличный опыт. И вот как раз в сентябре вроде бы у нас прошел день первокурсника, и у нас большое количество было ребят, которые вот только поступили и сразу решили, что им нужно это сделать. Учеба, конечно, важна, но в свободное время можно и попеть, и потанцевать. И ребята после дня первокурсника остаются еще с нами в наших коллективах. И следующий этап — это уже студенческая весна. Наверное, самое грандиозное студенческое мероприятие в этом формате, благодаря которому ты сможешь опять пережить эти чувства на сцене, раскрыть свои таланты, и отлично провести время в компании тех людей, которые не только выбрали с тобой одну профессию, но еще разделять твои творческие интересы. Что еще? Хорошо. А по вашему мнению, что интересного происходит? Я думаю, нужно рассказать обязательно про спортивные деятельности института, университеты даже в целом. Достаточно обширные. Каждый студент сможет найти что-то свое, увлечься своим видом спорта. Университет, институт также наш предоставляет огромный вариант возможностей. То есть, если ты когда-то занимался, ты обязательно сможешь вступить в различные сборные, как и университета, так и нашего института. Конечно же, в наш институт отбор будет проходить менее, так сказать, строже, нежели в сборные университета самого КФУ. Но у тебя будет такая возможность поступить. Также для первокурсников обязательно проходят спротекиады первокурсников, где показывают свои таланты, вновь прибывшие студенты. Ежемесячно, ежегодно проходят огромное количество соревнований спортивных по разным видам спорта, где ты можешь принять участие, даже независимо от того, был ли у тебя какой-то спортивный опыт или не был. То есть, в течение года проходит огромное количество тренировок по различным видам спорта. Именно уже от нашего института я имею в виду. То есть, помимо университета еще тренировки нашего института проходит. То есть, и мы, так сказать, обучаем студентов, которые раньше не занимались спортом каким-то, их обучаем. В целом, все об этом сказать. То есть, если есть какие-то вопросы более конкретные, я на них отвечу. Ну, по крайней мере, просто я хотела сказать, что я очень сильно взаимодействую с спортивной деятельностью нашего института, потому что я капитан нескольких команд нашего института. Также я член сборной КФУ по мини-футболу женскому. Поэтому спортивная деятельность мне очень близка, и она обширна у меня в целом проходит каждый год. А ну, тогда я могу сказать, что я руководитель танцевального коллектива нашего института, если мы с кузырей идем. Ну, кроме того, еще, если не рассматривать спорт и культуру, есть еще и научное направление, конечно же. Оно тоже поддерживается в нашем институте. Это научные сообщества, к примеру, есть СПИ, САГ. Я, наверное, немножко более подробнее могу рассказать про СПИ, потому что членом этого сообщества я являюсь. То есть сообщество инженеров-нефтяников. Пожалуйста, вступив в это сообщество, вы можете участвовать в различных конференциях, оно вас будет поддерживать. Также само сообщество проводит различные мероприятия для студентов. И то есть ты можешь посмотреть на различные конференции не только в качестве участника, но и в качестве организатора. Это тоже дает тебе отличный опыт. Да, у нас буквально на этой неделе организуется Всероссийская конференция, и это для меня очень интересно, потому что организаторские способности сразу повышаются просто на максимум. Также есть вот сообщество СГ, это сообщество геофизиков. Я знаю, что там тоже очень интересно, но думаю, геофизики расскажут про него гораздо лучше, чем я. Ну, если честно, я не состою в данном обществе, но я являюсь геофизиком и скажу то, что да, действительно, это очень интересное научное сообщество. я частично о нем слышала, то есть знаю немного, чем они занимаются, но достаточно серьезные работы у них проходят, они собираются, различные работы пишут, проводят собрания. Думаю, подробнее, может быть, Андрей Анатольевич что-нибудь сможет дополнить. Да, я действительно дополню. И вы знаете, дополнить, про СЛЖ я, конечно, расскажу, и про СПИ тоже могу дополнить. Вы знаете, самое интересное и самое важное, что я хочу вам сказать, дорогие наши абитуриенты, друзья, то, что мы организуем учебный процесс, во-первых, и, конечно, для того, чтобы обучить и подготовить специалистов для топливного энергетического комплекса нашей страны. Но не менее важная задача это подготовить людей, которые будут ходить на работу с удовольствием, которые будут заниматься любимым делом, которые будут гармонично развиваться. И я, наверное, сегодня в некотором роде мы ломаем стереотипы, потому что инсталайф, которые мы проводили до этого, они были, скажем, по сценарию рассказ классический об институте, направление подготовки и ответы на ваш вопрос. Сегодня у нас инсталайф проходить немножко в другом ключе, это Институт диалогии и нефтегазовых технологий Казанский Федеральный Университет глазами студентов. Наверное, так правильнее всего сказать. И команда студентов, которая и рассказывает об институте, отвечает на ваши вопросы, сама по себе является такой вот гармонично развивающейся командой, которая когда-то была абитуриентами. Об этом сейчас я хочу рассказать. Во-первых, мы работаем со школьниками с удовольствием, потому что мы хотим рассказать вам про геологию, показать вам, чем мы занимаемся и увлечь вас в нашей деятельности, чтобы вам также было интересно заниматься геологией, геофизикой, нефтянкой. В частности, мы проводили в этом году для вас несколько мероприятий. Во-первых, это чемпионат по решению геологических кейсов кейс ЮГЕО, который был в октябре. Затем мы проводили викторину ЮГЕО-Квиз. Это было перед Новым годом в декабре. После Нового года у нас были очные этапы геологических олимпиад. И во всех этих мероприятиях участвовала команда, которая сейчас находится перед вами. Можно вспомнить и, да, видите, действительно, давление. Можно вспомнить и далее. Вот Диана, Диана, которая сейчас студент третьего курса, Диана Вельгас обучается по направлению диалоги профиль геофизика, была юным геологом, принимала участие в полевой геологической олимпиаде успешно, выбрала профессию геолога и сейчас работает с вами, со школьниками на многих мероприятиях. Александра Халтурина не была юным геологом, но, тем не менее, она возглавляет сейчас целое направление по работе с эллипуриентами и студенческое направление. У нас есть такой проект «Волонтеры приема», когда наши студенты посещают школы, в которых они учились и рассказывают об институте биологии. Вот Александра координирует этот процесс уже два года, этот проект развивается, там становится все больше участников, которые видят в этом смысл не только профиленционный, но и смысл передачи своего положительного опыта поступления в наш институт и передачу своих знаний именно сверстникам. Знаний о том, почему они выбрали институте биологии и институте технологии и зачем они к нам поступили. Мы считаем это очень важным проектом. Валешева, Динара, это студентка третьего курса направления идеологии, профиль идеологии биохимии и горючей ископаемых. Первый раз она пришла в институт диалогии 4 года назад, нет, уже 5 лет назад на такое школьное мероприятие, как конференция научная школьников имени Николая Ивановича Лобачевского. Ее общение с институтом диалогии началось именно с этой конференции. У каждого свой путь. И сегодня мы очень хотим вам рассказать о наших возможностях, чтобы вы начали свой путь в интересную профессию. Вот с этой точки зрения задавайте вопросы нашим студентам. Я думаю, что по направлениям, которые я сейчас озвучил, они могут еще рассказать много-много чего интересного. Хорошо, наш институт уже подходит к концу. К сожалению, время у нас ограничено. В течение часа мы обсудили активную студенческую деятельность, практики, концерты, условия приема. Еще больше информации вы можете найти на наших сайтах и на наших официальных страничках в социальных сетях. Также можете присылать свои вопросы к нам в директ. С вами была Аделья Шемилова и Инсталайф Института геологии и нефтегазовых технологий. Поступайте, будем рады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok